всем привет мы выехали за грибами я так тут нахожусь такой вот лесополосе и скажу вам грибочки есть немножко будем собирать конечно я думаю будут под березовики один только нашла а так в основном рядовки называют у нас их желтенькие такие но не червивый хороший вот два штучки вот это называется у нас рядовка так а тут кто-то маленький растет наверно тоже она я брать не знаю не буду стоит одиноко тоже рядовка и не червивые не все хорошие здесь спрятался ходить неудобно все в таком виде даю нашла ты не знает что за грибы наверное еще вот они маленькие нет червяков хороший грибочек вот тут уже немножко ведре наложила единственное что плохо ходить тут прется с одной стороны фитнес нагнулся поднялся тихая охота маленький совсем здесь два я за ним чуть не особо хотел ехать юля поедем ну ладно поедем он там еще в коряках как-то до них добраться надо вот такая вот грибная охота у нас ребята вот они тут какой-то над червивой да и и другие они совсем не то что мне надо сейчас наберем чё-нибудь на жарюху юля не вытерпела а мне надо брать барьер вот этот вот пенек я мою останусь тут нафиг ты думаешь ты хочется как-то попроще да не должна перелезла плохо ходить конечно туда да это было чисто сейчас вот такой безобразие кругом чё-то там набрала ты набрала сыроежков выкинь их нафиг 2 эти выкидывай что-то там так мы пойдем дальше вот юль пропустила гриб такой сборщик грибов у меня юля не стал вам больше ничего показывать приехали домой юль уже пикпыла все грибочки ну совсем немножко как вот ведерки я вам показывал столько мы набрали поставила варить помыла их поставила варить на жарюху хватит так вот по чуть-чуть у нас еще стоят очень много банок с осени я ходил за грибами даже здесь сини ножки есть морозилки в пакете так что я как-то не ахти свинушку нашла одну юлю и порезала ну тут один под березы к вот 8 и подосинника был маленький все пусть варится теперь работаю это уже другой день вчера за грибами съездили какая-то пошла неприятная как сказать ощущение что ничего не набрали да и ладно ничего страшного жарко было потом юля приходил один клиент она маникюр делала но я сидела комментарии отвечал пишите много по 300 комментарии стараюсь всем ответить не забывая но бывает когда коротенький комментарий я просто ставлю сердечку а когда уже развернутые что-то меня спрашивают или что-то мне рассказывать о своем я конечно отвечаю ну вот сидели о том вечером жарень на улице я прошлый год купила сетку затенить затенять обычно я смотрю их на теплицы вешают чтоб притянить немножко достала пошла с юлей вместе она был там что делал у меня поил наверно ходил наливала воду у тебя там а потом видишь ты тут ковыряюсь пришла ко мне помогала мне в общем натянули мы сетку над помидорами я тогда выйду и вам покажу но сегодня с утра проснул 6 еще не было окошки всякрыт открыты окна у нас или окошки окна и гальная собака прямо достала голос не такой противный есть и глухой голос собака брежет а и писк ночью проснулась я вышла и вижу юля моя тоже вышла открыла птицу ну а чё пойдем вырубить чё держать куда их держать они какие большие уже да и жарко им и и ни к чему их уже корм жрут в общем я тут занималась время без 15 9 я уже все тут убрала осталось мне только почистить одни лапки и помыть полы за собой здесь поэтому а юля моя моет паласы и ковры окошко открывается я прикрываем опять открывается ветерок сюда дует хорошо а ночью не было ветер тихо было так прям вот не знаешь куда себя деть жарко я уж и поперек легла прям головой к окну чтобы немножко меня там ветерком обдувала но на в общем не знаю сколько простоит такая жаркая погода надо помыть ковры наши все с пола мы каждый день каждый день каждый год намываем в зале правда года три уже не с не подымали наверное тоже тут высохнет достанем все помоем я не знаю вот люди живут за за свою жизнь не не постирает паласы кто-то в химчистку возит но у нас я не знаю кто что делать но мы еще мы моем из года в год все находишь топчешь как-никак а грязь какая-то остается то кот бегает у нас в общем решили бы помыть их день будет хороший они высохнут тут и постель меняем в общем дела у нас идут дела идут но я сейчас лапки почищу и буду разделять пушки новым топориком вот мои лапки лежат я их немножко полила сейчас теперь их надо все ошурудить никогда их не собирала я чуть-чуть я начала собирать их сколько я там зарубила лежат они никуда их не использовала а эти вот то что положу а там может холодец по осень захочем я как-то раньше до всего моего вот этого блогерства смотрел китайский канал там такая вот китаянка как я в теле как же они все это готовят все на костре и вот эти лапки у них идут на ура и голову них идут на ура и шеи и кишки о и как поглядела это тут все ли там приправы все эти специи это как молотят сидят причмокует но мы русские вы думаем нам то не то это не это они такую острую пищу еще едят живут я даже не знаю что у них там за местность такая какая-то гористая и вот там разбит у них огород вот я бы сейчас не посмотрел девочку не было маленькая муж там уже не пойми кто сестра вроде к ней приезжала в гости прекрасно живут выращивать какой-то там себе картошку тяпками каким-то его арбатами там подымает достают птицы у них поросенок у них растет ну нормально деревянская жизнь как у нас только у нас россии совсем по-другому а у них там по-своему мне так было интересно за ней наблюдать как она готовит ну конечно специи таких у нас нет как у них вот эти лапки у них прям так вот тазик или как он называется вог и вот в нем там на этой шумовкой шарошек хлеб какой там дело варила в воде в общем у них своя кухня как у нас щи вот я показала и к этим щам уже прицепились я не знаю сколько уже пишут комментарии что это не щи у нас щи борщ свеклой и ради бога кто же против ну как умеет только готовит кто как привык я не ничего не не говорю что вот именно мои щи сам вкусный самый такие уж и именно их надо готовить всем год готовим по-своему никому я претензий не имею ну вот чуть парила парила не добавила вроде так долго держал их немножко не сдерут этот черненькая погода жаркой у нас стоит жарко больше 30 с одной стороны хорошо потом это дождь то что 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 то что такое зайти пройдет его и незаметно что он был вроде глянешь влажная а пойдешь а там вот такой слой промочен остальное там сухари ну все равно картошку вы видали какая у нас будет картошку вы замечательная она еще подрастет и две недельки расти и потом уж насчет она желтеть будет картошка это самое главное второй хлеб кто-то писал куда вам столько картошки много в этом году мы на одну бороду посадили меньше и и прошлый год я себе бороз сажала в этом году шесть ну лишь не будет продам почему бы нет если кто пожелает деньги не всегда нужны а за свой труд почему я не могу продать и получить за это какой-то доход конечно ну вот так вот сейчас я нудное дело так сидеть вот тут все вот это вычищать еще не чистится надо ножку еще взять ну ладно буду работать моет перхером ай 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 как хорошо работает июля моя а я решила выйти показать чем же она тут занята фигней ладно страдай дальше и тут маленький с кухни у нас под столом лежит ковер а это терраски и вот она там намывает вот отсюда сняли еще надо будет полы помыть так как вот он лежал как-никак копыль все равно собирается а на кухне нас два лежат здесь вот небольшой спереди и там еще тот красенький здесь уже мы помыли а там он сейчас только помыли где под столом но я пойду лапки опять шмыгать половинку почистила половинку еще осталось мне три штучки но это уже почищены а насчет китайского канала этого который я сказала сейчас посмотрела прошло много времени где-то 5-6 лет прошло и я название этого канала не помню уже телефона поменяла три раза поэтому не знаю один раз да не только один раз видала как они бычью голову там здоровая такая сами парят у них там вот не знаю как соломы какой-то ветками там ее паривали а потом вот в этом чане опять варили башку эту потом разрубали ее в общем все у него дело идет ничего не выкидывается и хвосты поросячие покупают ходят на рынок прям видно ведут на рынок покупая взвешиваю там у них цена цена там деньги свои ну так все это смотрела мне было интересно как люди живут других странах какая них еда они тоже трудолюбивые очень трудолюбивые люди не лодыри стараются все кто как может труд облагораживает человека олень портит одна лапка стала сейчас я пошмыгаю и все закончил буду помой их тогда еще сложного нет и сейчас отделять будем грудку по птичьев деле тот курсе всех дел вот у бродок иногда бывает зеленые в грудке сейчас покажу неприятно но куда деваться вот смотрите это все зеленые надо будет вырезать она не нужна я интересовалась там одна у нас она сказала где-то может стукнулась идея не стукаются ходят по земле чё не куда-то лезут что не не знаю вас так есть девчонки кто держит бройлер вот такой цвет мяса зеленый я лично гребу вот это все есть все вырежу мне это неприятно вот и 2 обрезал вот чисто а у этой вот такая вот фигня с этой стороны посмотрю бывает с одной стороны с другой чисто долговольных ковыряешься с ними пока все вырежешь на все на время конечно долго я начала еще 8 утра щипать пока щипала кой немножко тут и есть тоже а полива хороших три часа отдай возни и тут такая песня но сейчас вырежу здесь и я песня хоть тресня давай что литра если не дождешь себя ковыряешь ковыряешь режешь режешь все тут в темно идет как говорится наконец-то всю доску свернула подстелила вроде бы тряпочку вот чуть-чуть сейчас еще здесь вот резаным здесь прям маленький кусочек остался вот такая бывает тоже неприятность с бройлерами почему какая причина может быть пишите в комментариях сейчас мясо чистое ничего нет а это вот пейте такой вырос но я не скажу что прям огромный хромал ножку тут у нем побалевала хватит а то он лазит на курей толку не делать а то как мнет сейчас его в работе обрежем ну вот моя работница пришла что-то там все помыла даже гаражей разобрала молодцы мы сегодня с утра сейчас пяти часов с пяти прям я начал шестого проснулась нифига себе ну так вот у нас ну что тут этот дружку варить пойдет хребты куда их ты никуда а ему пойдет он тоже их особо не врезет ну бульончик это вот грудка четыре штучки целая куча бедрышки голени крылышки и здесь вот суппродукт на бульон четыре штуки тоже получается много восемь раз может суп сварить или щитом ну и шейки все сюда тоже пойдут вот такой вот сегодня у меня была охота на мою птицу напасть поглядела поглядела да у нас и фарш закончился надо рубить чего там еще еще восемь штук так что это не все еще восемь зарубить надо броверов много ну как говорится как потопаешь так и полопаешь многие скажут хорошо иметь домик деревне ну как сказать с апреля месяца по три раза на дню а то и 45 подойдешь посмотришь как они себя чувствуют есть у них корм если водичка пойду травки отнесу и это вот длится 2 какой там три-четыре месяца потом уже результат мало того еще надо корм купить на обычной зерне они не растут тут нырвала уже себе в мешочков сейчас все это уберу подпишу свет у меня играет в телефоне так всяк по всякому как ему надо и дальше будем прибираться время 10 я еще ложусь лично вот этих хреновина отрезать еще не все еще надо хреновина по отрезать суставчик находим не показываю так ломаешь и режешь первый раз даже не первая это последних я рубила прям хорошо легко резался это уже мясо застарело вот такие вот кладу а вот и тут на кой нужен куда его дружку с вами пориком как хорошо отлетают работает топорик красота а я тут бельгучий стою ножом все готова мешки теперь по мешочкам вес не знаю они как-то не буду взвешивать у поросла все мое многие показывают какой-то вес и не заморачиваюсь редко это делаю ложечки пошли теперь можно с голодным сравняться а столько мяса с 4 там еще 8 зарежем ох тяжелая трудная жизнь сельская но мы привыкли привыкли к этому пока вот силы есть все также стараются что-то себе вырастить что-то держат к молодежь детей надо кормить одевать обувать тоже держат скотину ну как зарплаты маленькие в деревне и и нет работы совсем мне многие пишут вы работаете где куда я пойду мне 58 лет я куда пойду работать кто мне где ждет юрий то он не найдешь нигде здесь работу поэтому в деревне мы все безработные в основном только так вот садик школа и летние там столовая кухня а на зиму только бюджетники одни у нас работают а мы все лодыри и от ладно уж пенсионерка другие подписываю все мясо свое а то она замораживается и там не видно где кто тут лежит бедра сам большой капец тяжелый такой вот эти поменьше крылышки все подписываю а этот на субпродукт три штучки на бульон голени и дружку два пакета должна морозилочка отправить другой пойдет сейчас отнесу насчет топорика хорошая штучка так как лопанешь им прям перелетает но это дед на улице рубить чтобы летели брызги дом ты аккуратненько чуть-чуть стукну и ножом подрезаю еще чуть-чуть его на точить вроде бы острый но надо еще немножко сегодня еще огурцы закрываем утром с курями сейчас с огурцами отстреляться за раз все чтобы завтра был выходной крышки прокипятила сейчас буду стерилизовать баночки тут я уже приготовила чеснок не знаю буду я ложить приправа для огурцов или нет так как на столе тут у меня хрен укроп вишни лист это два больших переросло сейчас почищу стрескую ну и вот столько огуречков здесь у меня лежали в холодильнике я помыла надо будет отнести сейчас так вот ребятки мои девчатки еще огуречки над закрыть что ж наросло немножко вот еще закроем там еще 6 банок стоит вот они как раз заодно и спустим потом время пол пятого вечера я немножко отдохнула пободала подушку как я говорю помучила и немножко я там зале под вентилятором прям вздремнула вчера настали юля тоже упала ну и я рядышком чтобы не ходить не времеть не мешать набрала нацел опять чашку клубники вот смотрите ой душистая такая целая чашечка не знаю что нам будет с ней делать мое дело закрыть огурцы а она там пусть что хочет сделать она так две чашки таких вот умяла свет не так ложится вот здесь так что сейчас еще огуречки закрою а потом надо будете выйти там я еще лук выдернула тут который спереди у меня рос немножко эксибишен еще раз тут он там только ложится а это здесь был покажу какой лучок неплохой по этому году прям не холодно такие даже из головочки с мой кулак так что водичка сгибает я вам не буду показывать как я закрываю вам дело что тут кручу верчу все равно надо огуречки закрыть еще мало потом вот наберу следующий раз попробую сделать их кетчупе вот посмотрит это да а это одно и то все равно все делать все по-разному по-своему как бы там не было ковры наш уже высохли сейчас ковры будем собирать так что сейчас закрою часов 7 начало 8 выползем дальше работа пойдет надо всех юль уже сходила там постелила сарай а ты чё ж так уже орут ходишь ну молодая а я не могу сейчас на южи все мокрые все мокрые все мокрые а еще и закрывать еще не кипит вот так вот и теперь все и и и и и и и вот это участка вот здесь вот я выкопала а теперь сушу на этом месте лук сегодня день жаркий он теперь будет сушиться у нас много дней пока не высохнет но мы его не знаю будем использовать конечно что на него тут выглядеть я скажу неплохие луквички такие вот какие побольше какие поменьше а тот это мне там рос вон там да заодно и покажу вам свою сетку которая натянула сегодня ветерок вот эта боковая немножко колышется вчера было штиль тихо и она прям висела так хорошо укрываю помидоры свои прячу от солнца прям вот не за несколько дней начали же опять появляться пятна белые горит горит все пекло горит и у нас все девочки холод прошел быстро прохладная погода на другой день прям сразу жара поперла но из того участка там почти не поливали мы тоже ничего так вот куда там если маленькую надо луковичку вот ее порезал пошел это неплохой вырастили мы с юлей строгонки мои зацвели вот смотрите стригла и 17 июля сегодня у нас 6 августа цветут видео выйдет чуть попозже на 7 8 думаю ну в общем пожалуйста все стрижены питунья вновь пошли и это тоже тут последние тоже нормально себе чувствует катарантусы сейчас полью их сыра верни сухо надо полить вчера гортензию опять подкормила немножко я гуматом калия вот эту прошла какая красавица ванила фрейзи надо немножко подвязать что ли ухватить с боков с другой стороны вот так вот смотрится сейчас у всех садах у кого гортензия не буйствует красотой своей ну вот так вот я тут придумала немного затянила помидор свой она тоненькая это ширмочка а здесь натянута сетка и вот под сеткой они у меня находится вчера их немножко полила обрывать надо помидор опять идти вот так вот хоть чуть-чуть и будет не так жарко им а то вообще пекло вот даже покажу вам на одном примере вот он уже поберил помидор вчера несколько штук выкинула и вот и тут тоже сразу сразу начали вариться листвы мало и они тут же начинают печься на солнце мне кажется еще завелась даже забыл как называет и в общем листва желтеет и оголяются фитофтора да вот вот скорее всего еще фитофтор куста никакой помидоров нет ни фига такая вот еще хрень выдернуть и забыть посмотрю поможет нет ну хоть какой-то участочек все равно будет под тенью а так весь день на солнце весь день с утра и до позднего вечера пока солнце на закат не пойдет все вроде бы вам рассказала показала за день и вот такую красоточку покажу вам как крупный соцветий у нее примут нравится мне крупный крупный такая тоже куст раскидистый наверное подвязать надо сейчас тронина хрупкая ломается быстро